Всем привет, с вами Encrypted и в эфире наш традиционный, уже 101-й дайджест крипто новостей. Да-да, мы уже перевалили за сотку. Если вы вдруг не смотрели наш 100-й юбилейный дайджест новостей, в котором мы рассказываем, что для нас дайджесты, как возникла идея их записывать и так далее, то смотрите вон там и в описании под этим дайджестом. В этом дайджесте вы узнаете, почему Twitter подал в суд на Илона Маска, а также, почему рынок, возможно, еще не сформировал одно. Поехали! А перед тем, как мы начнем, снова объявление о войне. Войне, которая переходит из разряда боевых действий в разряд террора против мирных жителей. В последнее время все чаще и чаще происходят обстрелы именно жилых домов, помещений, ракетами, большое скопление людей, в котором страдают обычные мирные жители, мамы с детьми, маленькие дети, и это просто ужасно. За последнюю неделю случилась страшная трагедия в Виннице, когда прилетела в дом офицеров и в торговый центр юбилейный. Пострадало большое количество людей, я точное количество сейчас не скажу. Здесь будет количество погибших и раненых. Среди них было несколько детей. Кстати, по поводу дома офицеров. Если вам подумалось, что дом офицеров это место, где собираются офицеры, что-то там обсуждают, и это как бы военная цель, то нет, это не так. Вот этот дом офицеров, это что-то типа дома культуры, в котором проводились мероприятия, вот здесь где-то будет скриншот концертов и так далее. И туда попала ракета. Да, там были люди, которые готовились к какому-то выступлению благотворительному, и есть погибшие среди них, к сожалению. Также обстрелы продолжаются и по Николаеву. Каждый день обстреливают наш родной город, Николаев, ракетами. И вот на этой же неделе ракеты попали в два самых больших университета в нашем городе. Это университет Сухомлинского, в котором я учился, и Николаевский кораблестроительный институт. И вот эти все действия, они похожи на прямой террор против мирного населения. Эту войну нужно остановить. Помните, я постоянно говорил про донаты, волонтерство, помощь армии. Это очень важно. Но также очень важно уведомлять мир о том, что происходит здесь. Заводите аккаунты в Твиттере, если у вас нет. В Инстаграме тегайте всех политиков, знаменитостей. Доносите всему миру, что у нас происходит. Можно использовать вот этот хештег. И вообще, кого тегать и как обращаться к миру, можно посмотреть на вот этом канале. Очень прикольный канал. Если вы вдруг не подписаны, рекомендую подписаться. И заодно там будет понятно, кого нужно тегать, какие хештеги вставлять и так далее. Наши месседжи на самом деле доходят. Увеличивается поддержка Украины, как гуманитарная, так и в военном плане. И я надеюсь, что это приближает конец войны. Но как бы ни было тяжело и страшно, все войны рано или поздно заканчиваются. И зло непременно получит наказание. А все диктаторы, которые начинают маленькие победоносные войны, всегда или практически всегда заканчивают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В прошлом дайджесте мы говорили, что Илон Маск вышел из сделки по Твиттеру. И вот пришла ответка от Твиттера. Твиттер назвал выход Илона Маска из сделки неправомерным. Твиттер заявил, что компания не нарушала ни одного из своих обязательств, которые были в соглашении о покупке. Поэтому компания считает, что решение Илона Маска прекратить сделку является недействительным и неправомерным. При этом представитель соцсети в своем письме подчеркнул, что Твиттер продолжит предоставлять информацию, запрошенную Илоном Маском в соответствии с соглашением. И будет усердно принимать все необходимые меры для закрытия сделки. Но и это еще не все. Твиттер намерен подать в суд на Илона Маска. Блумберг ссылаясь на внутренние источники, сообщая, что Твиттер обратился к юридической компании Watchell Lipton Rosser & Cuts, чтобы подать в суд на Илона Маска. Связано это с тем, что Маск решил расторгнуть сделку по покупке соцсети за 44 миллиарда долларов. А, ну получается и они в итоге подали в суд. Я просто прочитал новость предыдущую. После того, как Илона Маск решил отказаться от покупки Твиттера, после заявления компании о неправомерном выходе из сделки, соцсеть все-таки подала на него в суд. Устроив публичное зрелище и предложив, а затем подписав благоприятное для компании соглашение о покупке, Маск, видимо, считает, что ему можно придумать, нарушить деятельность компании, уничтожить ее акционерную стоимость и уйти. Говорится в иске. Что интересно, суд может заставить Илона Маска заключить сделку по Твиттеру. Рейтер сообщает, что судья, рассматривающий судебный иск против Илона Маска, может заставить его закрыть сделку по покупке соцсети за 44 миллиарда долларов. В общем, судя по всему, это дело еще далеко от завершения. Ну, продолжаем следить и держать вас в курсе. Теперь немножко новостей макроэкономики. Годовая инфляция в США ускорилась до 9,1%. По итогам июня годовая инфляция в США ускорилась с 8,6% до 9,1%, при прогнозе 8,8%. Месячная инфляция составила 1,3%, при прогнозе 1,1%. Это рекордное значение с ноября 1981 года. И в связи с этим прогнозируют, что следующее повышение ставки может быть аж на 1%. На фоне высокой инфляции в США ФРС может поднять ставку на 100 базисных пунктов, это 1%, с вероятностью 79,7%, по данным СМЕ. Вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов составляет 20%. Напомню, что заседание ФРС пройдет 27 июля. А продомни о том, что такое ставка ФРС и как она влияет на рынки, можно посмотреть в нашем видео. Вон там и вон там. Кстати, по всем вот таким вот макроэкономическим вещам мы пишем в нашем экономическом календаре на неделю. Он выходит у нас и на сайте, и в Телеграме. Так что подписывайтесь, включайте уведомления, чтобы ничего не пропускать. Переход эфира на Proof of Stake запланирован на сентябрь. Команда разработчиков эфира запланировали переход сети на Proof of Stake на 19-25 сентября. Но дата миграции предварительная и неточная. Окончательная дата будет зависеть от того, как 11 августа пройдет миграция тестовой сети Грели на Proof of Stake. Напомним, что ранее успешно мигрировали тестовые сети Робстен и Сеполия. Ну и как многие важные события в криптоиндустрии, это событие не обошлось без горячих споров. Вокруг запланированного перехода эфира на рельсы Proof of Stake возник новый горячий спор. Критики этого механизма считают, что эфир в итоге должен быть причислен к числу security, ну или акций. Все началось с цвета криптотрейдера Ника Пайтона. В своей публикации он отметил, что любой актив, управление которым осуществляется путем голосования, является акцией. Сооснователь проекта Виталик Бутерин не оставил это заявление без внимания. Виталик Бутерин назвал это откровенной ложью. Он отметил, что Proof of Stake в блокчейне не проводится голосование по параметрам протокола, равно как и при Proof of Work. До этого на прошлой неделе пользователь Джимми Сонг отметил, что внедрение механизма Proof of Stake не решает проблему византийских генералов. Это аллегория, что относится к сценарию, при котором стороны должны прийти к консенсусу для продвижения. Но это невозможно из-за ненадежности отдельных лиц. Бутерин и этот пост не оставил без внимания. С его слов, споры так или иначе возникают всегда. Это не означает, что какой-то сценарий по умолчанию будет провальным. Справедливости ради следует отметить, что сторонников у перехода не меньше, чем критиков. В общем, чем ближе к запуску Proof of Stake, тем больше будет разных споров. Один из самых важных и опасных, то что Proof of Stake не решит проблему эфира. Есть вероятность такая, да, высокие комиссии, пропускная способность и так далее. Еще есть такой вопрос, что не признает ли эфир security, то есть акции, то, что будет подпадать под закон о ценных бумагах. То есть Proof of Stake, эфир как монета будет дивидендной, начислять тебе проценты на твой стек, ты будешь принимать участие в голосовании и так далее. В общем, если его вдруг признают security, то это будет очень плохо с точки зрения регуляции. Его будут причислять к обычным акциям, а крипта это не акции, их нельзя регулировать как акции. Ну и могут возникнуть некоторые проблемы, как минимум с точки зрения доступа к активу. Ну и сама цена актива тоже отреагирует незамедлительно, скорее всего резким падением. Биткоин вероятно упадет до 10 тысяч долларов. Согласно последнему опросу Mleaf Pools, который опубликовали Bloomberg, 60% из 950 инвесторов в Soul Street, принявшие в нем участие, считают, что биткоин вероятнее всего упадет до 10 тысяч долларов. Основные 40% смотрят на то, что биткоин пойдет 30 тысячам долларов. Также примечательно, что розничные инвесторы опасались криптовалют больше, чем их институциональные коллеги. Почти четверть из них назвали криптовалюты мусором. Профессиональные же инвесторы были более привержены к крипте. Мы, кстати, у себя в канале тоже провели подобный опрос. И результаты опроса следующие. 48% считают, что биткоин упадет до 10 тысяч долларов. 41% считает, что биткоин вырастет до 30 тысяч долларов. И 11% считает, что крипта это мусор. Но, возможно, цена в 10 тысяч долларов не кажется такой уж и фантастической, если посмотреть обоснование. По данным JP Morgan, стоимость добычи одного биткоина упала примерно с 24 тысяч долларов до 13 тысяч. В основном это происходит из-за того, что майнеры устанавливают более эффективное оборудование. JP Morgan также отметили, что снижение затрат на электроэнергию может негативно отразиться на росте цены биткоина в будущем. Объясняется это тем, что стоимость затрат на майнинг воспринимается некоторыми инвесторами как нижняя граница ценового диапазона. Ну, так называемая стоимость розетки или условное дно себестоимости биткоина. И вот Glassnode говорит, что крипторынок еще не сформировал дно. Медвежий рынок биткоина уже дошел до финальной стадии. Однако сигналы дна еще не сформировались. К такому выводу пришли аналитики Glassnode. Они сравнили текущую ситуацию с падением 2018-19 годов. В тот период криптозима длилась 15 месяцев, а курс биткоина потерял 85%. Согласно отчету, внимание аналитиков на этой неделе будет приковано к майнерам и долгосрочным холдерам. Их решения определят, куда пойдет рынок. Простыми словами, от майнеров и китов зависит, насколько глубоко рынок упадет и на какой отметке будет дно. Кстати, мы в канале публиковали инфографику снижения стоимости некоторых криптовалют от их all-time high. И получается, биткоин на данный момент упал на 71%. Эфир упал на 78%, BNB упал на 67%, Solana 86% и так далее. Можете перейти и посмотреть очень интересная инфографика. Кстати, если у вас есть идеи для инфографик, можете писать их в этого бота, а мы их реализуем, если идея окажется интересной. Помните историю с Цельсиусом? Если вдруг не помните, то можете посмотреть вот там. Если кратко, то Цельсиус это такая лендинговая платформа, которая на ваши деньги давала какой-то процент. В общем, грубо говоря, децентрализованный или правильно сказать, децентрализованный криптобанкинг. В общем, у этих ребят были проблемы с ликвидностью из-за высоких маржинальных позиций, из-за того, что рыночек в том числе упал, они не могли отдать средства крупным кредиторам, клиентам и так далее. В общем, АПП тянулась очень долго и на этой неделе она получила продолжение. Вначале Цельсиус нанял юристов для реставризации, потом спустя какое-то время их признали неплатежеспособным. Департамент финансового регулирования штата Вермонт заявил, что криптокредитор Цельсиус является глубоко неплатежеспособным. Департамент также отметил, что платформе не хватает ликвидности для выполнения своих обязательств перед клиентами и другими кредиторами. Департамент также присоединился к межштатному расследованию деятельности платформы. В заявлении об этом также утверждается, что у компании отсутствует лицензия на денежные переводы, что позволяет им действовать без регулирующего надзора. Также Цельсиус обвиняют в размещении незарегистрированных ценных бумаг. После этого становится известно, что Цельсиус погасил все свои долги. Криптокредитор Цельсиус погасил свой последний долг, оплатив 50 миллионов DeFi протоколу Compound и вернув около 10 тысяч VBTC залога. Таким образом, платформа сумела вернуть свои залоговые средства на сумму более чем 1 миллиард долларов. Это было 13 июля. А 14 июля Цельсиус подает заявление о банкротстве. Криптокредитор Цельсиус подал заявление о банкротстве по главе 11. Компания также сообщила, что она имеет около 167 миллионов долларов наличными, которые она будет использовать на поддержание некоторых операций в процессе реструктуризации. А 15 числа стало известно, что дыра в балансе Цельсиус составила 1,2 миллиарда долларов. После подачи заявления о банкротстве выяснилось, что у компании дыра в балансе размером в 1,2 миллиарда долларов. Дело в том, что компания имеет около 5,5 миллиардов долговых обязательств, а активов на 4,3 миллиарда. Перемещательно, что долги перед пользователями составляют примерно 4,7 миллиарда долларов. То есть, как вы поняли, и эта история пока далека от завершения. Так что продолжаем следить, ну и держать вас в курсе. Геймстоп запустили бета-версию NFT-маркетплейса. Геймстоп представил бета-версию своего NFT-маркетплейса, который работает на ПК и мобильных устройствах. Поддерживает он пока что только блокчейн эфира. Но платформа планирует в будущем интегрировать новые функции, в том числе блокчейн игры и поддержку других протоколов. Для взаимодействия с маркетплейсом можно использовать кошелек Геймстоп, Метамаск и другие некосодиальные кошельки. В своем блоге Геймстоп также обещает низкие комиссии и пожизненные гонорары для авторов контента. Что интересно, Геймстоп запустились на эфире Battle, хотя у них был договор, если я правильно помню, с ImmutableX. Они получили даже огромный грант от ImmutableX, потом продали эти токены прямо в стакан и сейчас запускаются не на Immutable. Интересно, типичная для крипты история. Знаете, что еще интересно в этой истории? То, что вот этот маркетплейс, который вот только-только запустился в бета-версии геймстоповский, обошел кейнбейсовский по объему на NFT-маркетплейсах. Запущенный в бета-версии NFT-маркетплейс Геймстоп сумел обогнать по объему NFT-маркетплейс Coinbase. Перемещательно то, что Геймстоп запустил платформу и обогнал Coinbase за два дня, при том, что Coinbase был запущен примерно с мая. Компания Meta, это бывший Facebook, контролирует 90% рынка VR-устройств. В конце июня компания International Data Corporation опубликовала сводки о состоянии рынка гарнитур виртуальной реальности. В первом квартале этого года объем поставок вырос на 241%. При этом доля сегментов 90% находится под контролем одной корпорации, Meta. Повышение объема рынка продиктовано сохраняющимся высоким показателем спроса, а также снижением уровня предложения. Гарнитуры Oculus Quest 2 остаются самой популярной моделью, чем и обусловленные позиции Meta. Полигон попал в список участников Disney Accelerator. Disney объявили список компаний на участие в Accelerator 2022, в который попал Polygon. Примечательно, что это единственная компания среди остальных участников, которая связана с криптоиндустрией. Accelerator 2022 это программа для компаний и стартапов, которая направлена на поддержку разработки и внедрения новых технологий. Выделенные Polygon средства пойдут на развитие технологий в сфере Web3. Polygon, кстати, после этой новости вырос на более чем на 25%. Это новость из телеграм-канала, она вышла на день позже, а новость буквально минута в минуту вышла у нас в чате. У нас есть вот новая рубрика, вот сейчас вы увидите пример. Это новости в чат, там по хэштегу можно искать. Ростик сразу, вот если видит новость и видит, что новость очень срочно, он публикует ее в канал. Иногда эти новости влияют на цену монет. В общем, еще один повод подписаться на наш чат и следить за новостями. Сервис SettlePay Wallet интегрировался с DIA. Для пользователей SettlePay Wallet из Украины стал доступен новый способ верификации. Это можно сделать с помощью предоставления копий цифровых документов в формате PDF-файлов и полей документов в формате метаданных из DIA. На подтверждение личности пользователь будет тратить до 5 минут. Для этого необходимо отсканировать QR-код и поделиться копией цифрового документа с помощью приложения DIA. А чтобы подписать необходимые документы, используя DIA Pitpress. На самом деле это очень прикольная функция, которая позволяет вам верифицироваться очень просто при помощи приложения, в котором вы уже давно верифицированы, которое считается официальным. Если я правильно помню, в Украине первые, кто такое внедрили, были WhiteBit. И это очень-очень крутая функция. Надеюсь, дальше будет больше компаний, которые внедрят именно такой функционал. Symbiosis запустят токен Vsys и проведут TestNet. MultiChain протокола ликвидности Symbiosis Finance объявила о запуске одностороннего стейкинга токена Sys, за который пользователи будут получать токены Vsys. Награды будут начисляться еженедельно. Но пока что Vsys находится в тестовой сети BNB Chain. И чтобы собрать фидбэк и потестировать обновления, платформа объявила о награждаемом TestNet. С подробностями можно ознакомиться в текстовой версии этого дайджеста. А подробнее о том, что такое Symbiosis Finance, вы можете посмотреть в нашем видеообзоре. Пром анонсировали детали NFT-маркетплейса. Пром – это бывший Прометеос. Они сделали ребрендинг. И вот сейчас выкатывают новые подробности. Пром поделились подробностями и функциями собственного NFT-маркетплейса, который скоро планируют запустить. Биржа и агрегатор NFT. Аренда NFT-земель и персонажей без долога. Ипотека NFT. Образовательный портал для новичков. Инструменты аналитики. Ланчпад для NFT. Декс для активов GameFi. Также через единый интерфейс Пром пользователи смогут управлять самими NFT в разных играх. Более подробно можно ознакомиться в статье у нас на сайте. Ну а мы в свою очередь постараемся пригласить ребят на АМА или Стрим, чтобы узнать больше об их обновлении. А сейчас мы вам расскажем, что нового у Encrypted, а также расскажем, как немного заработать. Мы наконец-то запустили наши собственные портфолио батлс. Мы запускали это в 2018 году. Потом, ну это было очень-очень ограничено. Пользователи создавали свои портфолио на сторонних сервисах типа DropStab и CryptoCompare. А потом мы заносили это все в Google таблицы. Один раз в день подбивали с вами итоги. И потом в итоге решали, кто победил. Слово, что участников было вначале не очень много. Но это был очень-очень интересный опыт. Потом, спустя несколько лет, спустя два года, мы попросили ребят из Moni, чтобы они помогли нам сделать такую платформу. И мы провели несколько бит. Ну вот сейчас мы уже запустили, наконец-то, свою платформу. Она пока в альфа-версии. Но, тем не менее, она уже имеет тот функционал, который должна иметь для того, чтобы проводить батлы именно в базовом варианте. Более подробно о том, что такое портфолио батлы, всю их историю. И о том, как участвовать в текущем портфолио батле, можно посмотреть вот в этом видео. Там Ваня рассказывает намного лучше, чем то, что я сейчас сумбурно рассказал. Ну, тем более, сейчас нет особо времени это рассказывать. Если очень кратко, фолио батлс – это штука, которая позволяет вам создать виртуальный портфель. В данном случае на 1000 долларов. Продержать его неделю. И у кого будут лучшие показатели доходности, тот и победит. Призовые будут распределены следующим образом. Первое место 500 долларов, второе место 300 долларов, третье место 200 долларов. С четвертого по десятое места по 50 долларов. Также будут разыграны 100 долларов за худший портфель. Да, именно так. То есть, нужно еще постараться, чтобы занять самое последнее место. И 100 долларов за лучшее описание портфеля. Описание портфеля вы создаете, когда создаете сам портфель. Это очень субъективная штука. Один раз победил, например, человек, который при помощи хомяка выбирал монеты в своей портфолио. Он записал видос и вставил его в качестве описания. Это вариант креативного описания, а не в том плане, что типа умное образовательное или какое-то аналитическое. Но такое тоже подошло. То есть, это параметр чисто субъективный. То есть, это скорее поощрительный приз, чтобы вы давали волю фантазии, писали, либо снимали, создавали контент. То есть, у кого есть такие задатки, может выиграть этот приз. Еще по условиям нужно подписаться на наш телеграм, наш ютуб и иметь аккаунт на Binance. Если у вас нет аккаунта на Binance, то зарегистрируйтесь по ссылке в описании и пройдите QSC. Обязательно должен быть пройден QSC, чтобы мы понимали, что это не бот. Ну и обязательно пишите ваш фидбэк, мы будем стараться проводить битвы чаще, учитывать ваш фидбэк, стараться привлекать больше партнеров, больше призовых и так далее. Так что, все зависит от вас. Еще на этой неделе было два стрима. Один был с Пашей с Дельта Тета, обсуждали очищение крипторынка и кто выживет на рынке. Стрим получился традиционный с Пашей, был Пашей Влад. Интересно, аналитически, рекомендуем посмотреть, если вы пропустили. И второй стрим был про НИР. Там Ваня с Вадимом Заводилом обсуждали, что нового у НИР, что сейчас происходит, даже обсуждали, какие блокчейны могут выжить на медвежьем рынке. Так что, если вдруг пропустили, то обязательно переходите, смотрите. Кстати, на этом стриме Вадим анонсировал небольшую викторину, в которой могут принять участие все желающие. Пользователи, которые ответят правильно на все вопросы, получат шанс выиграть приз в размере 6 токенов НИР на свой НИР-воллет. Все будет 10 победителей, которых выберут рандомно. Викторина будет активна до конца недели, а ответы на все вопросы можно узнать, посмотрев наш стрим. Так что, если вы вдруг в воскресенье смотрите этот дайджест, то переходите на викторину, отвечайте на все вопросы и побеждайте, ну или получайте шанс победить. И еще один небольшой конкурс, который связан с Binance и возможности заработать. Мы спрятали СИЗИ в четырех разных шапках у нас на сайте, в разделе со статьями про Binance. И все, кто найдут все четыре, добавят их в Google форму, получат шанс получить 50 долларов. Еще мы добавили 5 мест по 20 долларов. Призы небольшие, но в принципе и условия не сильно сложные. Победители будут выбираться абсолютно рандомно, так что тут неважно, первый вы или последний заполнили, шанс есть у всех. Ну и на сайте тоже вышло много материалов. Вышел материал, что такое рецессия, что такое памп и дамп. Вышел материал по хешрейту и сложности майнинга. Ну и вышло еще два эссе очень интересных на нашем сайте. Эссе от Артура Хейса и эссе от Максима, автора канала Wolf of Yourself. Получается так, что я бывшего SEO биржи и нашего друга автора канала ставлю в один ряд. Но может быть скоро Макс поднимется до такого уровня. Но и не к тому, что его поставят на условное, а к тому, что он будет очень крутым, известным криптином. Ну а на этом все. Подписывайтесь на нас, включайте все уведомления, участвуйте в битве, пишите фидбэк. Ведь от этого зависит, насколько часто и какие призовые будут у следующих битв. Ну и берегите себя, сейчас это очень-очень важно. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok